Всем еще раз доброе осеннее и сильное утро. Именно такого гостя мы сильно встречаем в нашей студии. Двукратный чемпион мира по панкратиону, чемпион Кубка России по ММА, чемпион Сибири по боксу и чемпион России по грэплингу. Все это Владимир Дайнека. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ну, вы недавно вернулись. Владимир, расскажите нам, откуда, что там было, что это был за бой? Ну, совершенно точно. Вчера я приехал с Татарстана в городе Альметьевск, у меня был профессиональный бой. Я дрался в лиге Хабиба Новомагомедова. Это у меня уже был четвертый поединок в его лиге. Моим соперником был боец из Америки, из США. Там он дрался в UFC. У него было 10 боев в UFC. Ну, UFC, как вы знаете, это самая крутая и лучшая лига. Что теперь с ним? Как он там после вас? Сейчас ему предстоит долгая реабилитация. В первом раунде я его нокаутировал, добил, да, забил. И всю победу, короче, мне дали. Следующий бой я проведу за титул уже этой лиги. Ну, вы понимаете, почему именно этого человека мы позвали, чтобы поговорить про женскую самооборону. Если уж он не знает, как защититься, никто не знает. Но у меня, знаете, первый вопрос, вот переходя к этой теме женской самообороны. Если вы во дворе, там где-то в переулке, встречаете, вот как у нас с вами пропорции, если я встречу такого, как вы, какая-то самооборона мне вообще поможет? Нет, ну, такого, как, такие, как я, наверное, они не будут на женщин нападать, наоборот, его заступятся. А, кстати, очень хорошо, что затронули тему самообороны. Мы вот проводили курсы уже достаточно полгода, наверное, прошло. И я обещал дамам еще провести такой курс. Постребленно. Да, ну, да, девчонкам заинтересовало. У нас еще такой включительный этап был. Начался курс с психолога, то есть психолог их расположил, потому что ММА – это мордобой. И, допустим, позвали девчонок, там, приходи ко мне на курсы самообороны. А у них уже понимание так, уши сломаны, нос сломаны. Да как я там, что я буду там делать, да? Ну, у нас больше, больше теоретических было уроков. Мы больше объясняли, рассказывали психологию мужчин, что же мужчина, да, может, как бы, сделать там сдуру. И как девушкам иногда себя нужно вести, ну, где-то, правильно, где-то не подвергать, да, каким-то глупостям, там, они же могут ответить, как бы, да? Вы же можете ответить грубостью. Да, мы можем и сами начать эту историю. И поэтому эти курсы, как бы, были не направлены абсолютно на то, чтобы научить, там, какие-то приемы, там, потому что за три недели, за месяц, там, за два, ну, ничего абсолютно не научишься. За два месяца нельзя освоить приемы самообороны? Нет. Ну, ты можешь визуально что-то узнать, но... У нас есть две минуты на это. Для приема нужна подготовка физическая, а она годами скорость. У нас была визуализация, а закрепили мы этот курс, у нас, короче, парнишки, ну, парни из спортзалей, по силу говорю, парни, там, девчонки сейчас пойдут в зал. Они сейчас после тренировки пойдут домой? Да, они из-за этого нападать, и реально у нас была такая картина, мы там снимали, девушки шли в зал, ночью... Не подозревая? Ничего, ну, они, может быть, и догадывались, у нас парнишка выбегал, нападал со спины, забирал сумку, там, телефоны, там, были моменты, что у девушек телефоны. И из 12 девушек, что были на курсах, из 12, только, наверное, двое сообразили, там, просто тупо отдать сумку, или даже не обращать внимания. Какой ломбард, вы сдали 10 телефонов? А некоторые из них, всегда я говорил, там, на курсах, что не надо бежать, не надо идти, там, забирать свое, то есть какие-то углы, там, все равно идут в этот угол и ищут этого бандита, туда мы их забрали. Ну, давайте хоть какую-то палочку-выручалочку дадим тем, кто вдруг сегодня утром услышал эту последний разную информацию, а вечером встретил неприятного человека. Ну, у нас были, да, уроки, у нас были уроки, мы приглашали и девчонок, чемпионок России по дзюдо, то есть, которые могли какие-то приемы обвестить, то есть, у нас были какие-то моменты, на ко мне? Ну, давайте, чтобы я хранила его. Катя идет, а я тот самый наркоман-вредитель, которому нужна и сумка, возьми телефон хотя бы в руки, мне нужен хватит. Ну, как мы ходим по улице, вот так вот обычно, да? Да, да, мне со спины? Да, можно со спины, ну, абсолютно, да, можно со спины, да, вот типа девушка. Можно своя позовернность? Так, в чем ошибка Кати? Я сториз не написала. В чем Катина ошибка сейчас была? Здесь вот, допустим, когда забирать что-то, да, у вас, если реально человеку что-то нужно, ну, мне кажется, что проще отдать ему. Да, отдай. Интересный у вас совет. Да, угу, я собрал, потом поделимся. Так. Вот, ну, если человеку, если человеку что-то реально дальше нужно будет, то мы можем применить какие-то, да? Ну, только сейчас не надо применять. Да давайте! Ну, если вдруг у вас что-то не получится, вы можете, ну, позвать Володю, и Володя меня может здесь уже предъявить более разглепощенный приемчик. Так, а если у меня нет телефона Володи или Володя в командировке? Нет, 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 смотри, ты же понимаешь, вот смотри, ты несла телефон. Ну, я вот что-то такое должна локтем делать. Ты же понимаешь, где у мужчин слабые места? Там. Ну, жалко же мужчин. Как жалко? Ему тебя не жалко, а тебе его стало жалко вдруг? Ну, я надеюсь, что не пригодится это на практике. Зато эффективно. Так, а подручные средства, каблук, можно? Ну, вы успеете снять каблук? Ну, я могу им. Мне кажется, если мужчина пойдет и возьмет, и здесь уже будет явная потеря сознания, возможно, что у кого-то или координация уже придает. Здесь нужно, кстати, у нас были такие моменты, что если, допустим, девушка идет и видит, там, 3-4 парня стоят, там, выпивают, может, может, даже и кто-то из них кого-то знает, лучше обойти, все равно. Либо дождаться там людей, чтобы рядом с людьми, там, идти, чтобы не было такого. У нас, кстати, как раз в Красноярске, помните, да, волна пошла, там, что-то девчонок, то одну женщину там побили. Зимой было, да? Да, да, вот. В этот период мы, как бы, и сообразились сделать этот курс для поддержки девушек и все-таки, все-таки маленько подсказать, что не нужно, вот, бронявить, да, вот, такое слово, что дамы иногда, вот, прям, да, пофигу, там, пойду, там, или в подъезд, там, захожу, там, с мужчиной, да, с кем-то лев. Ну, то есть, можно пропустить его, подождать, там, на улице, то есть, вот, такие вот моменты больше, ну, теоретические. Ну, в общем, вы за превентивную самооборону, чтобы готовились заранее к тому, что может произойти, и просто не ходили туда? Да, здесь, здесь не приготовься, на самом деле, здесь, ну, такое обстоятельство непредвиденное, что не подготовься. Здесь уже по обстоятельствам, то есть, все-таки, все-таки было, наверное, понимание, что ходить в спортзал нужно для того, чтобы общаться с людьми, с спортсменами, и быть как-то подкованным в чем-то. Когда, вот, допустим, вопросы какой-то задают, и ты не знаешь их на него ответить, ну, ты и не будешь знать, пока ты не будешь общаться с людьми, да, которые задают какие-то вопросы. Здесь то же самое, пока ты не будешь общаться в коллективе, там, с спортсменами, может быть, там, неважно, там, фитнес, индустрия, ты не научишься хорошо реагировать, там, допустим, просто взять и убежать. А пока ты не встретишь маньяка, ты не научишься общаться с маньяками. Не, ну, и чтобы не встретить, ну, блин, маньяка встретить могу и я, да, допустим, там, и любой. Да, к сожалению, маньяка. Против лома нет приема. Да. К большому удивлению. И маньяк может, да, там, применить какое-то оружие, то есть, я могу тоже пострадать. Здесь уже, это, здесь уже жизненная, жизненный фарт может повлиять. Короче, девушкам мы советуем не доводить до таких ситуаций, лучше обойти гору, чем в нее пойти и вот так с телефонами ночью не ходить. Отдала, если уже начала бить, он же может начать в ответ разозлиться, да, ты ему боль причинила, не останавливайся. То есть, были какие-то моменты, там, сумки мы забирали, то есть, мы тренировались, девчонки реально приходили, там, с сумками мы забирали, пока, ну, все равно мы обозначали то, что отдай, как бы, отдай и убегай. Но если вдруг что-то там пошло, рука там в сумку залезла, зная, что там есть, там, вот, допустим, у девочки, там, вилка была, там, у девушки одна, да, вот, там, завтракала, вилку оставила, в сумке, вилка, ну, ты тоже можешь, но опять же, сможешь ли? Давайте лучше не будем это проверять, давайте скажем спасибо Владимиру за эту теорию и будем надеяться, что в практику она не превратится никогда, что все будет хорошо, мирно, спокойно. Ну, мужики, вы знаете, что женщины все-таки смелые, как бы нам не советовали быть поскромнее, может, вы еще и больше получите. А вот такие курсы пускай в практику превращаются, девушкам они действительно нужны, интересны. Владимир Дайнек, спасибо большое, мы продолжаем программу, оставайтесь с нами и оставайтесь в безопасности.